В набережных Челнах кипит работа. Так можно озаглавить отчет, опубликованный ПАО КАМАЗ. По итогам трех кварталов грузовой автогигант выпустил больше 32 тысяч грузовиков, что почти на полторы тысячи больше прошлогоднего результата. Причина этого – в резкой переориентации производства на выпуск полноприводных автомобилей. Нетрудно догадаться, что основная масса челнинских вездеходов сейчас делается по государственному заказу. Как отмечают заводчане, производство именно полноприводной техники отличается повышенной трудоемкостью. Поэтому отдельное производство даже пришлось перевести на 12-часовую рабочую смену. Впрочем, КАМАЗ сейчас делает не только классические вездеходы, но и дорожные грузовики свежих поколений. В сентябре завод сумел собрать 150 тягачей поколения К5 и 84 машины серии К4 – КАМАЗ 5490. Всего несколько месяцев назад руководство автогиганта говорило, что из-за санкций выпуск четвертой генерации придется навсегда остановить, а производство серии К5 поставить на длительную паузу. Однако, найдя альтернативных поставщиков деталей и освоив механизмы параллельного импорта, завод сумел сохранить почти полную гамму моделей. И еще. В прежние годы КАМАЗ весьма активно создавал совместные предприятия со многими лидерами мирового автопрома. Силами СП делались дизельные двигатели Cummins, коробки передач CTEF, тормозные системы Knorr-Bremse и многое другое. Сейчас западные фирмы массово вышли из этих партнерств. Однако российская компания продолжает выпускать продукцию иностранных компаний, но уже под своим брендом. Об этом прямо говорят переоформленные сертификационные документы. Вот наглядный пример. Рядный шестицилиндровый турбодизель Cummins ASB 6.7 в одобрении типа теперь именуется КАМАЗом 667. Причем двигатель по-прежнему оснащается блоком управления Cummins, форсунками Bosch и турбокомпрессором Holstead. Девятиступенчатая механическая коробка передач вместо CTEF 9S стала называться CTEF Cama. И так по всем позициям бывших СП. Так что привычные перевозчикам моторы и трансмиссии из ассортимента никуда не делись. Процесс перехода совместных предприятий под КАМАЗовское крыло правильнее всего назвать национализацией. Притом официальный КАМАЗ подтверждает, предприятие продолжает работу уже без участия западных компаньонов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова